краткая на полторы минуты вступления печь два с половиной на три с половиной кирпича объем помещения 33 квадратных метра необходимо было печь эту поставить так чтобы она могла обогревать основную комнату и кухню и ванну с левой стороны от печи там ванна с правой стороны и сзади у нас кухня была задача того обязательно можно было смотреть на огонь стороны топочные двери чтобы вот этого передняя часть была теплой они задние как это других конструкциях печей вот так же необходимо было со стороны кухни варочная плита конструкция вполне себе удалось не получилось поэтому представляю вам на обозрение эту печь далее будет порядовка у варочной плиты и стена которая прямо и справа здесь кирпичи тоже прогреваются и затем отдаю тепло но вкратце по основным моментам я пробежался а дальше предлагаю по рядовку кому печь данной конструкции именно будет подходить понравится в принципе одобрение у вас будет печь несложная печь абсолютно простая любой может даже без опыта и первый раз приступаем к строительству печей вполне себе может повторить то же самое то что сейчас вы увидите в порядке приступая к съемкам этого ролика прочитав анонс для меня понятно зачем вы его открыли поэтому постараюсь максимально собрано осветить весь ход работы но перед тем как приступить небольшое отступление шумы которые вы слышите вот за этой картонкой работает у нас стиральная машина мало того вот камера на которую будет вестись съемка этого ролика туда дальше стоят заряжаются батареи теперь вам понятно почему я начал снимать на телефон ну и чтобы этого всего не ждать в основе своей когда зарядится у меня аккумуляторы вот здесь вот предполагаемая печь будет который надеюсь будет построена в кафель который положили мы это светлый темный был здесь от предыдущих из его больше в общем то добавить к этому к началу нечего и так вперед посмотрим приступаем печь как и заявлено было два с половиной на три с половиной перед тем как показывать по рядовку показывая что я сделал пропилы в плитке на случай расширения далее я укладываю оцинковку и двигаюсь дальше показывать будут по рядовку я хотя бы увидел сейчас размер этой будущей печи которая будет здесь у нас надеюсь стоять так конечно размер кирпича понятное дело что понимаю но относительно комнаты не теперь окончательно понятно как это будет выглядеть первый ряд 630 на 885 размер расстояние в шансах по 9 сантиметров вот эти три шанса на потолок сразу же делаю вбивая гвоздики и по гвоздикам тоже сделаю размеры шестьдесят три и пять на восемьдесят девять вид первый гвоздик дальше показывать не буду все понятно что я буду также вымерять восемьдесят девять и шестьдесят три и пять четыре гвоздика будут сверху все у меня гвоздики уже убиты остается убить последний сам лист и приступаем к формированию второго ряда кирпичей так выглядит второй ряд приступая к третьему ряду последний раз я проверяю все четыре угла выравниваю нить на шляпке прям виден уголок я его поправляю немножко молоточком от этого уголка идет вниз нить это не сложно сделать уголок шляпки всегда настраиваю вовнутрь к печке чтобы было понимание если что подкорректировать друг не то немножко перевернется третий ряд выглядит так здесь я оставляю пустоты чтобы прогревался шанс внутри и четвертый ряд я буду делать уже шамотом скошенные углы так как дверца вот такая по размерам было ее я и буду ставить по поводу дверцев вспомнил ролик дверка сделаю ссылочку можете посмотреть покажу дверцы обычные электроды вот таким вот образом я сгибаю видно как снаружи выглядит так и внутри дверцу я установил коленом придерживаешь в натяжку натягиваешь рукой по уровню смотришь и забиваешь ближайший шов если там не попадает то здесь сюда можно потом все равно перекрываешь следующие кирпичи я уже наметил надо будет прорезать и затем они встанут сюда на раствор уже кому нравится тут может снизу делать этот пруд я же делаю сверху потому что затем вот в этом именно случае натяжка пойдет в пазы и в раствор что еще больше как бы придаст ему натяжение хватить поплотнее вот этот вот пруд нежели если бы он просто снизу бы лежал я так думаю внизу обязательно прокладываем меня здесь каменная вата ну и по кругу тоже будет такой живот и проложена в моем варианте так у меня выглядит следующий ряд я имею ввиду мой вариант что я делаю с шансами внизу можно сделать без шансов можно закрыть все здесь сплошным не оставлять то есть кто как решает каждый может решать здесь как хочет соответственно здесь я с правой стороны вот эти вот кирпичи прикреплю к этой стене лево оставлю зазор и у меня получается для прогрева я оставляю такие вот зазоры но все укладываем на раствор потом буду показывать дальше небольшое пояснение возможно это кто-то знает либо кто-то это делает совсем по-другому суть вот того о чем я сейчас проговорю ровно то чтобы пояснить то что именно я делаю здесь сейчас у нас будет тоже клин вставляться обязательно один сантиметр из расчета но все прекрасно знают чтобы обдувала стеклянную дверцу которая здесь будет как всегда когда мы делаем клин здесь необходимо вставлять базальт внизу мы кладем на раствор здесь у нас базальт ну и собственно как я делаю один клин из одного кирпича еще раз обычное пояснение никого ничему не учу находим середину 12 525 сама плоскость кирпича дальше отступаем по полтора сантиметра и того получается трехсантиметровый там будет клин небольшой чтобы по устойчивее был но опять-таки исходя из моих соображений делаем диагональ с той стороны все то же самое и одним распилом получаем по 14 сантиметров вот этот клиновидную основу не надо будет но что-то в общем другое выдумывать кратце на 4 секунды вот что получается один раз пропили тут у нас получается тогда будет 14 сантиметров выступать это очень мало фактически устойчиво будет лежать клин на дальше закрывать кирпичи соответственно в общем вот таким вот образом я поступаю из одного кирпича делаю один клин и вот такие вот вырезы здесь у нас третья часть из трех частей одна вторая часть остается и делается одна третья часть но соответственно по 4 сантиметра дальше раствором я делаю ровно до той поры как на начинается зольная камера и от зольной камеры здесь у меня наискосок зольная камера сделана ровно от этого где из косок у меня начинается там у меня щель виде полутора сантиметров в данном случае получается ну из косок холодный воздух заходит и благодаря тому что там наискось сделано он сразу же подается наверх стопочную камеру продолжаем делать печь продвигается своим чередом поставил пока вес обязательно на диагональ чтобы придержала уровень который там сделал ну и соответственно поставил этот уровень так чтобы посмотреть по богу ведет к по плану получились у меня не полутора сантиметровые 11 где-то так еще и 1 2 1 и 3 там еще один момент вот в этом ряду который закрывает у нас зольную дверку тут при необходимости делаем естественно зазор моем случае я положил опять каменную лату на этом видно что она теперь по кругу конечно не обязательно укладывать каменную вату но она есть у меня были кусочки я ее укладываю достаточно конечно же базальт так выглядит пятый ряд расстояние у меня здесь получилось один сантиметр чуть больше 112 сейчас надо будет вот эту часть натянуть она не должна быть и сильно натянута но и прослабленная тоже не должна быть и так 6 ряд начинается футировка я разложил кирпичи чтобы показать как они будут выглядеть два момента вот этот вот шов и вот этот шов может показаться что они совпадают на самом деле кирпичи смещены здесь и здесь соответственно сквозного такого шва там не будет все остальное судя по предыдущему ряду можете посмотреть нигде ничего не совпадает начинать я буду вот этого кирпича и отсюда буду уходить сюда выстраивать здесь потом по факту вырезать под колосник ну и собственно здесь как раз на вот этом вот сантиметре я и буду заканчивать так удобнее но и оставляя соответственно расстояние в районе одного сантиметра вниз буду укладывать обычный раствор чтобы выровнять плоскость но между собой уже специальным огнеупорным раствором буду соединять начала разбирать чемодный кирпич чтобы добраться вот до первого который сейчас буду укладывать и решил показать вот находится шов немножко идет со смещением здесь та же самая ситуация будет продолжая по рядовку 7 ряд закончен следующий шаг опять армирование предыдущие армирование армируем и дальше идем по рядам в принципе снимать дальше особо нечего каждый ряд я уже не буду показывать здесь вот два кирпича установил по месту чтобы кто тот кто впервые будет делать печь чтобы еще раз напомнить кирпич сам по себе он пластичен если здесь мы вырезаем один размер то можно из этой же оставшейся делать следующие в общем то проблем здесь никаких нет и делаем по рядовку так чтобы у нас каждый шов был перекрыт когда дойду до верха вот этой дверцы когда собственно сниму то получилось еще раз не забываем армировать но в моем случае я все же предпочитаю армировать так поехали дальше закончил я 10 рядов ничего сложного здесь нет обычная перевязка шоу потом вставыши с левой стороны с правой в данном случае на оставшей идет цельный кирпич сложного ничего нет то в первый раз делает печь для них вот эти пояснения вот так она сейчас выглядит сверху также армирование продолжаю делать сейчас непосредственно приступлю к футеровку внутри все вычистил он с помощью железной щетки обычной щетки чтобы не торчал никакой раствор внизу первый огнеупорный кирпич также на растворе между собой специальный раствор жаростойки затем его покажу вот снимать по рядовку не буду в конце когда сделаю первые два ряда может быть даже три футеровки потом сниму и покажу как это выглядит как это у меня какой последовательности кирпичи находятся ну каждый может выбирать свою любую по рядовку главное чтобы тот же самый принцип присутствовал это перевязка тоже поясняя тем кто будет впервые делать захочет делать именно такую печь перед тем как приступить к футеровке обращу внимание на то как я закрепил сверху дверцы в принципе все абсолютно понятно электрод другой конец приходится вот здесь шов просто забиваем и тени вот так выглядит вокруг этой стороны высверлил отверстия и электрод отправил туда все находится в натяжении и собственно когда на раствор будут посажены кирпичи надежность крепления еще увеличится я проложил по периметру бумагу чтобы туда не попадал раствор потому что внизу все вычищено расстояние там соответственно остается у нас между огнеупорным кирпичом и красным кирпичом в этом плане все остальное сохраняется вот так выглядит два ряда дальше у меня будет уже выпиливаться кирпич огнеупорный для того чтобы заканчивать уже свод сверху принцип будет точно такой же здесь идет два кирпича и половинка вставыш там два кирпича и половинка вставыш только все наоборот соответственно такая же выпиленная часть у нас будет и здесь опять мои пальцы извините но так неудобней вот стараюсь чтобы они были немного в кадре но и чтобы свою функцию пальцы мои выполняли поясняя все также сделал запилы и вставил сюда проволоку там где необходимо тоже для прочности могу сказать что в финляндии весь огнеупорный кирпич внутри и даже там камни какие-то специальные не помню я ужасно специально для печей делают там тоже они делают вот такую же связку но у них даже по всему периметру есть перевязки идут сейчас выпилю потом покажу на огнеупорном кирпиче как дальше я свод буду делать на выпилил я кирпич один у меня выглядит вот так и остальные вот так брал сюда бумагу когда я пилил оставлял обязательно здесь носик небольшой чтобы не сильно острый угол был запил здесь небольшое такое расстояние дело в том что сразу же покажу вот цельный кирпич он у нас в принципе по расстоянию укладывается здесь ну там по миллиметрам по 5 по 4 4 миллиметра наверное если равномерно поставить меньше четырех меньше 4 миллиметров но и благодаря вот этому вот носику по сути своей когда перекрываться сверху он будет этот кирпич будет лежать непосредственно на несущих боковых стенках но сейчас уложу покажу вот я их уложил вот так они выглядят теперь здесь соответственно также будет идти затем кирпич будет держать этот кирпич здесь такой же вставаешь будет также с наклоном и сюда будет заходить и маленькая часть это будет держаться здесь будет половинка оставаться от того кирпича который я здесь буду выпиливать и изнутри соответственно когда будет здесь стекло выглядеть это будет так сверху вот не будет виден это если заныривать и смотреть туда вовнутрь либо открываем так это у нас будет здесь выглядеть потом покажу но я сижу здесь на очень низком табурете камера соответственно ниже ноут уровень глаз моих находится где-то вот так это я показываю для того что вот этот вот горизонт он не дает именно того обзора как вот здесь с камерой когда вниз опускаю кажется что она мешает восприять соответственно когда ты стоишь на вытянутых ногах свода вообще не будет видно на уровне моих глаз сейчас я пытаюсь так сделать я вообще не вижу вот эти вот скосы которые здесь находятся так что вот так это выглядит следующий ряд выглядит вот так последним вставу сюда сделал выглядит он так же как и те вот эта часть чуть чуть длиннее это короче потому что заходит и площадь опора вот это у нас хорошо сюда стоит повторяет такой же наклон как и предыдущие тот кирпич я уже показывал как выглядит здесь у нас половинка вторая половинка выходит у нас туда сейчас покажу как внутри выглядит да здесь понятное дело базартовую вату я оставляю второй кирпичик который пойдет на перекрытие сверху он будет примыкать плотно базартовой через базартовую вату примыкать красному кирпичу так это выглядит при закрытой дверце открываем и собственно идет свод из немного за ножну что получше было видно здесь небольшой угол где идет крайний кирпич сверху немножко его стесал также и здесь не уходит все это дело эти кирпичи сейчас поставлю на раствор буду показывать дальше вот так я заканчиваю тупочную камеру из шамота здесь у меня половинки это тот шамот который у меня остался здесь ведут вставыши далее идет еще один вставыш исходя из того шамота который там по вертикали был поставлен из предыдущего кадра можно посмотреть вот на раствор я укладываю здесь и здесь ту сторону а вот эти вот три с половиной шамота у меня не на растворе они просто лежат здесь также запил небольшой чтобы дыму не препятствовать вот отсюда у меня будут выходить газы и двигаться вот сюда к этой передней камере вот сверху будет плита дальше тут не видно темно как выглядит в принципе наверное так все понятно попробую показать а ну да так света чуть побольше вот так выглядит свод глубину в общем вот так это выглядит такой свод когда закрыта дверка соответственно ничего вот этого верхнего свода он не кидается в глаза если конечно прям на горизонт так присесть и из-под низу вверх посмотреть то тогда будет это все видно на взору не кидается вот этот вот свод который здесь идет от шамота с кирпича шамотом все здесь понятно здесь у меня стоит каменная вата на к тому базальту который еще был я еще один слой положил чтобы не сильно прогревалась эта часть перекрытия на дверце далее я формирую здесь 13 ряд и хотел бы показать вот тут один момент здесь выглядит будет вот с таким пропилом кирпич тринадцатый ряд то что вы видите вот этот изъян посередине будет потом закрываться так как здесь у меня будет идти дверь входная в ванну но это уже следующая история не имеющая отношения к конструкции этой печи я просто по ходу у кого глаз зацепится я хотел главным же образом показать что ряды здесь также продолжаются и уходят туда но в моем случае у меня с этой стороны будет здесь идти кухня столешница от кухни ты вот эта вот часть у меня не будет видно если вы кладете и вам необходимо здесь также сохранять пропорции которые идут покладки тогда мое предложение не знаю каждый пусть сам выбирает и решает здесь тогда делаете такой же пропил и делаете сюда половинку кирпича вставляете ну и потом также идет перекрытием и все это закрывается у меня остался вот такая вот половиночка я решил здесь сделать для себя вот таким вот образом еще раз говорю я не получаю и не настаиваю я показываю как делаю я как удобно это сделать будет мне соответственно здесь все остается то же самое уходим сюда ну и вот в этом ряду будет небольшой такой вот сбой там я поставлю следующий кирпич и вот так немножко будет смещение но еще раз это стена здесь не будет у меня видно у меня будут находиться полочки и стена в общем будет идти и вот это вот все бросаться в глаза с этой стороны никто не будет заходить это будет угловая часть никто не будет здесь этого видеть мне было более удобно сформировать для будущей плиты вот такие три непосредственно кирпича вместе здесь упора чуть-чуть побольше хотя в принципе никто тут не собирается готовить в виде там больших каких-то ведер или казанов в общем я у себя делаю так ну и предложил как вариант как сделать в тринадцатом ряду другую вставку если мы делаем там клин из пол кирпича ну как я говорил вот эту вот часть убираем подвигаем кирпич и вырезаем то на следующей кладке все опять там на мертво будет следующим возводимой стеной из кирпича держать также я приготовил по моему я говорил уже эта подставка под будущую полку но закончу когда покажу как будет выглядеть этот ряд тринадцатый хочу еще раз продемонстрировать что да так будет намного красивее и лучше у нас кладка сохраняется показывают прям на примере он просто кусочек взял что мы вот так делаем пропил и делаем сюда вот такой вот вставыш и тогда у нас будет выглядеть вот показывать для тех кто захочет первый раз сделать самостоятельно печь возможно не сразу понимает о чем идет речь но не составляет труда показать моем же случае еще раз говорю о том что эта стена у меня никак не будет на виду то есть абсолютно и полностью и здесь меня будет такой же вставыш продолжаться вот с этой стороны вот этот вот уголочек небольшой он будет виден в ванне там будет у меня дверь и дальше там в комнате вот как-то так а эта стена будет не видно плюс здесь у меня планируется будет стоять одна вещь которая нуждается в тепле которая будет от печи чтобы всегда была в сухом виде в общем тоже другая история я показал 13 ряд так выглядит 13 ряд вот такая полочка получилась внизу идет у меня подставка крючки я сделал супруга попросила чтобы внизу там какие-то в общем что-то подсушивать вот в общем то вы уже это все видели вытащил последний раз кирпичи все там зачистил щеткой установлю обратно полностью сейчас все законсервирую в том что больше никаких крошек туда не падал ну и в моем вот варианте выглядит так этот ряд следующая порядовка когда пойдет света перекроется то сверху будет лежать сама плита на плиту когда положу будет видно я планирую на вот эту вот полку где огнеупор лежит там у меня будет из гранита скорее всего лежать вырежут мне по месту площадку плиточку такую и положат и с этой вот стороны я тоже планирую сделать чтобы здесь облицевать чтобы она пошла так в общем продолжаю двигать дальше таким образом я все закрыл внутри закрываю плиту саму дальше надо работать двигать как мне надо плита была у меня 51 и я отрезал по полтора сантиметра здесь и там решил все таки решил оставить вот эту плиту была у меня такая на две комфортки но можно поставить конечно же и одним кольцом здесь посередине чтобы одно отверстие было либо вообще сплошную можно поставить тоже будет разогревать пищу по крайней мере небольшое включение что тут все горит а здесь у нас все кипит чтобы не было недопонимания так видим пар вот видим пар там все горит здесь все кипит пар мы видим и слышим это на тот случай если кто-то думает что плита не будет работать но то есть не выполнять свои функции это предназначена чтобы на ней готовить все здесь работает кипит и очень даже неплохо пламя врывается как мы помним вот здесь и плита довольно таки очень быстро нагревается и вполне можно и пользоваться так у меня выглядит 14 ряд такая передовка были у меня вот такие пластины я отрезал остался кусочек решил положить туда правой стороны там у меня планируется труба будет дымоход дальше выходить сделал здесь пропилы для того чтобы менять плиту если что но можно пойти другим путем выбрать соответствующего размера плиту и вообще с одним допустим кольцом посередине они с двумя как у меня в моем случае мне необходимо вот эти два маленьких кружочков они были каждый делает из своих нужд либо как заказчик просит здесь я сделал формирование по диагонали запустил вот на этот край у меня встает вот такая пластина знаю даже откуда она скорее всего тресор толщина у нее небольшая где-то миллиметра два временно пока поставил вот эти вкладыши которые держат на затем я уберу и будет вот это белое здесь у меня проложена вата плотненько пусть пока все устоится плюс следующие ряды пойдут которые схватят нагрузка пойдет соответствующая здесь распределена нагрузка будет с учетом вот это вот усилителя которые здесь немножко заходит на кирпич там немножко также заходит вот эти зазоры здесь я оставил базальтовую вату на расширение всегда так делаю потому как этот кирпич холодный те кирпичи начинают быстрее нагреваться и соответственно может толкнуть и появится трещина в этом холодном кирпичи также что касается металла надо всегда помнить и не забывать что вначале прогревается кирпич только потом идет на расширение металл ну и как его надо здесь прогреть так чтобы он куда-то стал очень сильно расширяться здесь будет жарко да но не такие большие градусами недоменная печь здесь будет получаться здесь у меня обычный клин который тоже будет по-своему жить я его не буду ничем абсолютно перекладывать пламя раствора ни с какой стороны здесь пойдет дальше по рядовка своя в 5 миллиметров также меня сделан и здесь базальтовый ватт здесь немножко краешек я зацепил здесь краешек зацепил раствором и здесь немножко зацепил раствором также здесь базальтовая вата находится соответственно дымоход будет выходить здесь эти края я закруглил чтобы дым ничего не мешало и дальше у меня будет распределение в два канала мне необходимо было именно в моем случае чтобы здесь был и огонь с этой стороны и вот эта часть стены всегда была теплой поэтому было принято вот такое вот решение делать вот такого вида но вообще мне нравится именно вот эта печь своей компактностью плане того что два стола на три с половиной кирпича и можно здесь до потолка сделать топочную допустим часть здесь здесь сделать первый колпак 2 колпаковую и затем сверху там сделать второй колпак не будет но великолепным образом просто отапливать нам нужно было варочная плита продолжаю следующий ряд буду снимать дальше также относительно того что вы видите пишите в комментариях включил специально для этого чтобы проговорить может у кого-то есть свой опыт поделиться я соответственно буду делиться и показывать в процессе эксплуатации затем как работает эта печь но обычно никаких проблем никогда не было 15 ряд закончен так он выглядит останавливаться тут абсолютно не на чем сейчас армирую и продолжаю следующий ряд тут у меня будет перекрытие канала поэтому здесь я заармировал 18 ряд здесь понятен единственный момент только поясню я поступил вот таким вот образом сделал здесь клин чтобы дальше не продолжать ровную кладку заклинился здесь соответственно вата у меня потому что с этой стороны как я говорил холодный будет кирпич этот разогревается чтобы он не даванул и не было здесь в лучшем случае трещины в лучшем случае как-то немножко повело этот кирпич и конечно таких температур здесь не будет дальше продолжаю здесь рассечку приступая к девятнадцатого ряда так выглядит 20 ряд вообще давно уже не делал эту печь наверно месяца как 4 поэтому она не мытая чищеная здесь я перекрытие делаю на уголки сейчас разберу там несколько кирпичей будет видно понятно и в общем порядовка вот такая она понятно здесь также идет на перекрытие кирпичей и там две вставки и все это на уголке сейчас покажу уголок в общем уголок он не виден из-под низу так выглядит да я не покрасил потому что мне уже надо гнать эту печь чтобы закончить успеть потом это все сделано очень заклею быстренько обдуем все делаю дальше утро следующего дня вот что получилось 21 ряд он понятен по кругу также в перекладку и здесь я сделал следующим образом но тоже как бы все понятно единственное только вот этот вот кирпич один из кирпичей разделил пополам в начале начал и закончил с ним чтобы перед перекрытие было в этой вот части чтобы вот здесь вот у нас серединки попадали от тех кирпичей нижнего ряда и здесь соответственно отпилил маленький кусочек чтобы немножко смещение туда было и а середина и перекрытие не попала на перекрытие нижнего ряда в общем я поступил таким образом ну а здесь в принципе все понятно обязательно трубу я прочищаю сейчас она опять высохнет я ее прям чищу чтобы газа когда подымались препятствий никаких не было и шероховатости здесь я буду в самом низу у меня плита из-под плиты мы тут конечно не покажешь но здесь из-под плиты убираешь круги ну и оттуда вычищаешь все это и есть про честная от этого канала будет 23 ряд здесь порядовка по кругу как всегда понятно в который раз единственный комментарий здесь слегка загладил и там как обычно на электроды посажены сверху ну а дальше самое интересное перекрытие у меня очень маленькое расстояние остается до потолка в общем смотрим дальше какой бы 24 лет еще 2 ряд 2 ряда и я буду закрывать печь так выглядит 25 ряд кто первый раз печь кладет тому уже все понятно как идет вот эта передовка тут пояснений никаких нет в моем случае я сейчас буду делать последний 26 ряд здесь это соответственно предпоследний внутрянка пояснение единственное здесь у меня сточены края также как и в том случае немножко буквально чтобы дым туда заныривал и отсюда выныривал вот и здесь будет тоже колпак еще на один кирпич и здесь небольшой прогар еще я оставил где-то в районе двух с половиной трех сантиметров максимум вот сейчас сделаю 26 ряд и покажу как движение газов будет идти как они будут проходить ну и у кого позволяет возможность делать внутрянку больше у меня еще раз вот так выглядит предпоследний ряд и сейчас будет последний ряд то что до предпоследнего ряда тупо рядовку можно и выше продолжать чтобы этих аккумуляторов сбора тепла было как можно больше и соответственно дольше тепло бы сохраняла печь верхняя часть верхний вот этот колпак но в любом случае сколько бы вы по рядовку не делали это я говорю тем кто первый раз кладет печь как бы по рядовку не делали главное что предпоследний ряд будет выглядеть вот так здесь я сделал две половинки но вы можете вырезать нужный вам размер здесь главное оставлять прогар чтобы подымался здесь дым а его затаскивала и не было здесь вакуума такого большого особенно если у вас будет большая порядовка больше чем у меня до предпоследнего ряда имеется в виду колпак будет намного выше ну собственно все понятно наверно должно быть здесь так да простите меня последний ряд который я заканчиваем я уже четыре приготовил чтобы здесь идти на перекрытие укладывать так выглядит последний ряд но здесь собственно все понятно еще раз напоминаю здесь у нас в два ряда оставляем верх и так же самое внизу где делаем вот здесь вот по проходу и здесь где подыматься будет дым в трубу уже уходи там внизу тоже оставляем в два ряда пространство между а нижними двумя рядами и вот этими двумя рядами можно заполнять любой высоты как позволяет вам ваш потолок как и обещал как подымается газы внизу у нас идет общий вход и дальше разделение газов на две части подымаются газы и отсюда и отсюда здесь газа ударяются от потолок проходят сюда заныривать под тот кирпич и уходят туда здесь ударяются в потолок идут сюда препятствия заныривает вниз сейчас перейду фокусируйся здесь в общем то все понятно как у нас идет внизу у нас подымается с той стороны здесь у нас пошли газы ударились поднялись обошли парочную плиту ушли сюда в колодец разделились на две части пошли вверх там я сейчас показал там потом заныривают они я уже показал как здесь они объединяются уходят сюда и подныривают туда сейчас отодвину вот эти вот кирпичи и покажу еще этот к в общем те два колодца мы уже с той стороны видели здесь ударяется в потолок заныривает вот здесь внизу объединяются газы здесь еще больше у нас концентрируется тепло внизу в этом колпаке затем подныривает туда здесь у меня два кирпича небольшой колодец тут тоже будет перекрытие вот вы видим здесь прогар чтобы немного шел подсос и колпак полностью прогревался и основная часть газов она будет уходить там внизу и вот это у меня планируется труба ну и наверное еще не раз поясню вот этот момент но еще раз покажу итак мы протопили печь если мы не делаем здесь варочную плиту то можно сделать великолепный колпак ничего здесь не менять просто продолжать по рядовку точно такую же оставить полностью вот этот вот колпак и вверх точно такой же как получился здесь у меня сверху и тогда что будет получаться газа будут подыматься сюда здесь разогреваться тут подыматься сюда ударяться идти по верху подныривать здесь вниз и вот тут будет очень большой аккумулятор пустой ничего не надо здесь догорание будет и настолько это печь при своей компактности будет тогда давать тепло и но можно будет использовать тогда внизу допустим как русскую печь и внутри что-то готовить если не нужна варочная печь кому-то но тепло зато прибавится больше либо можно вот в таком варианте сварочная печь либо можно как духовку сделать большую здесь поставить также дверку которую можно открывать в общем там готовить там варочная плита но только с дверкой ну я считаю что она лишняя вот в данном случае здесь будет первое тепло идти отсюда первое тепло будет идти оттуда от дверки здесь от варочной плиты и от этой прочестной прочестная здесь одна прочестная будет здесь и прочестная будет здесь круги убираем я уже говорил по моему проекта и вот эту вот часть прочищаем внизу ну либо можно полностью варочную плиту отсюда убрать внутри я уже все почистил в том числе и пропылесосил есть у меня вот такой промышленный пылесос шепах чтобы не было лишней этой грязи ну в общем принципе наверно все понятно но и перекрытие как вы уже догадались сейчас пойдет вот таким вот образом сделаю покажу делаю я сначала внутрянку а потом делаю кольцо 27 лет выглядит вот так тонка у меня не было сделал я руками пропил вот такой там порядовка выглядит начиная от этого кирпича возьмем так вот здесь у нас начало топка и вот от этого кирпича покажу вот такую порядовку и сейчас будет последний двадцать восьмой ряд придоска понятно здесь у нас нет раствора тоже мы видим базальтовая вата по кругу потому что еще раз этот кирпич у нас холодный эти горячие и чтобы не двинуть эти кирпичи по кругу которые здесь есть соответственно делаем базальтовую вату так выглядит двадцать восьмой ряд сравнению с 27 сейчас покажу вверх такая порядовка у меня вверх здесь уголок я специально оставил для того что покажу я начал делать внутрянку тартану вот с того кирпича от трубы с помощью уголка сделал эти первые два кирпича затем также стартанул от трубы сделал потом вот эту порядовку внутреннюю и затем по кругу обложил начал вот с этого кирпича и по кругу обложил зачем я это сделал для того что у меня теперь вот эти вот все кирпичи абсолютно промазаны весь вверх не соответственно весь промазан и стыке соприкосновения кирпича они тоже промазаны ну и сейчас еще подолью здесь швы ну и все далее дымоход печь готова сверху вот таким образом я поступил термостойкая плита на основе стеклового окна надеюсь порядовка все абсолютно понятно если что-то непонятно пишите на почту буду пояснять хотя в принципе ничего здесь особенно не было обычная передовка так она выглядит позже сниму ролик как можно чистить не прибегая к специальным средством стекло так выглядит внутри топка довольно вместительная где-то в среднем поленицы длиной 60 65 сантиметров вполне себе входит если нужна порядовка особенно вот этого верхнего колпака то обращайтесь пишите мне на e-mail но думаю что там должно быть всем все понятно а так пожалуйста пользуйтесь выкладываю не выложил бы это видео если бы точно знал что это печень и работает температуру держит здесь у нас гостевом домике 33 квадратных метра на со своей задачей справляется но температура вполне хватает мы уже использовали внутри вот эту печь в качестве русской печи запекали готовили все там готовится в том числе и пиццу там жарили тоже великолепно получается так что кому понравится можете поставить лайк немного позже сниму ролик как я топлю печь когда делаю одну допустим закладку и хватает на двое суток ну и как обещал относительно стекла тоже сниму ролик отдельный